Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, продолжаем нашу недельную главу. Одна из тем нашей недельной главы, важная тема, это дети, воспитание детей. В Талмуде есть такая фраза, Бара кара де авуа, которая буквально означает следующее, сын это нога отца. О чем здесь разговор? Талмуд имеет в виду то, что сын является опорой для родителей, дети являются опорой для родителей, как в этом, так и в грядущем мире. Мы отвечаем за то, какой ребенок вырастает. Это не просто, родил его и иди гуляй. Нет, у нас есть огромная ответственность. Так вот, слушайтесь еще раз, сын это ноги отца. Так вот, есть вопрос, когда мы недовольны нашими людьми. Понятно, человеку вообще нужны ноги. Когда ноги болят, это плохо, плохо затрудняет жизнь человека. Несмотря на это, человек с любовью относится к своим даже больным ногам. Если у него была какая-то претензия к собственным ногам, они бы сговорил, что вот там то, все, считали бы, что он психически нездоровый. То же самое и к отношению к детям. Это наши дети. Вы можете быть недовольны их поведением, которое в основном произрастает из того, что вы неправильно делали. Но вы не можете отказаться от своих ног. Мудрецы говорили, что воспитывая детей, мы должны стать мудрыми учителями, а не многословными проповедниками. Вот тут такая вещь, в которую надо подумать. Очень тяжело вот в пять минут вкладываться, но я попробую. Вот еще иногда написано, родители вот часто выбирают школу, думают там, как красивее, там, здесь спортзал. Но иногда пишут мудрецы, что когда в одной школе бывает, хотя и приятней, религиозный уровень там низкий, а комфорт, понятие очень временное. Получается, что родители выбирают между временным и вечным в пользу временного. Об этом тоже надо подумать. И ни на кого не надо равняться, говорят мудрецы. В первую очередь надо учиться у самих себя, как бы у своей системы, у своей мудрости, а не у каких-то воспитательных систем других народов. Римляне могли приколачивать гвоздями живых людей к деревянным крестам во имя правосудия и ужасались при этом в еврейском обычаю делать детям обрезание. Те же римляне безжалостно бросали рабов беззащитных на съедение диким зверям на потребу толпе, но называли евреев варварами за традицию праздновать освобождение человека из рабства на пейсах. Античные там, я знаю, рабовладельцы заставляли своих рабов и скотину трудиться семь дней, семь дней в неделю, пока те не падали от изнеможения, но при этом с насмешкой относились к нашему шабату, дающему отдых и человеку, и рабу, и домашней скотине. Если у новорожденного ребенка лицо было чем-то не нравилось родителям, культурные греки такого ребенка убивали и смеялись над некультурными евреями, которые этот обычай приводил в ужас. Поэтому есть еще одна вещь, одна тема, это вот нежелание иметь детей. Это не божественная практика, аборты, прерывание беременности и так далее. Расскажу короткую историю. Пришла к Рэбе какая-то семейная пара, говорит, понимаете, я ожидаю ребенка, а у нас и так уже четверо. И если пятый родится, просто не проживем. Я думаю, что в такой ситуации религия позволит сделать аборт. Да, говорит Рэбе, надо подумать об этом. Вижу, живется вам непросто. Что ж, говорит, раз вы решили убить своего ребенка, убивайте. Только почему нерожденного? Убивайте старшую дочку, ей уже 15 лет, она уже пожила, немножко повидала. А тут маленький ребенок, кроха, она еще лучика не видела. Несправедливым будет лишать ей этой возможности. Написано, что женщина в ужасе начала рыдать. И мы понимаем почему. Потому что здесь раскрылась тема, что и 15-летний ребенок, и еще нерожденные, они в принципе оба живые дети. Вообще дети это благословение, это важнейший постулат иудаизма. Еще расскажу историю. Кушнир рассказывал. В Иерусалимской больнице Шрей Цедек работала эта кушерка по фамилии Бамби. И однажды она рассказала историю о женщине, которой после четырех родов врач отсоветовал рожать. Материальное положение, семьи тяжелое и так далее. После пятых родов он сказал, что в следующий раз ее просто выгонят. Ну и так вот еще семь раз это продолжалось. Прошло какое-то время, как-то к врачу в кабинет, стучат, открывают дверь, заходит та же самая, немножко постаревшая мама. Изумленный врач еще не успел слова сказать, как к нему с шумом вбегают 12 детей, улыбающиеся и так далее. Она подошла и говорит, доктор, кого из них хотели вы, чтобы не было? И это мамин вопрос, в него тоже стоит думаться. Кстати, из той же книги Кушнера однажды в Иерусалиме в автобус зашла мама, за ней с одним за другим заходят дети. Когда по ступенькам поднялся восьмой ребенок, водитель потерял терпение, говорит, ты что, не могла половину дома оставить? Мама говорит, так я так и сделала. Видите, это разные стороны одной и той же проблемы, но в сути, в сути, подводя итог этой теме, воспитание детей одна из важнейших наших задач. И по словам, например, Рамбама, сила окружающих и общества, в котором пребывает человек, это решающий фактор, влияющий на его жизнь и воспитание. Поэтому каждый должен постараться, чтобы наши дети были помещены в хорошую среду. Вот это наша ответственность, и за это мы ответственны полностью. Остальное от Бога. Брахава и от слаха.